МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Максим Мельников. С этого года у жителей Подмосковья появится возможность записываться на прием, прикрепляться и открепляться к поликлинике через МФЦ и портал госуслуги. Такую информацию в июле обнародовала министр здравоохранения региона Нина Суслонова. Сегодня поговорим о том, как все это должно работать и какие еще изменения в сфере здравоохранения грядут в области и в нашем районе. Кроме того, затронем тему благоустройства и работы управляющих компаний. Казалось бы, эти направления друг с другом не связаны, но наш сегодняшний гость ввиду своей работы поможет нам в них разобраться. Я представляю вам, Галину Сергеевну Уткину, депутата Московской областной думы, председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Сергеевна, ну, вы наверняка следите за изменениями, которые происходят в здравоохранении, тем более в подмосковном здравоохранении. И как можете прокомментировать вот ту инициативу, о которой я говорил в самом начале, по взаимодействию поликлиник с МФЦ? Значит, ну, наверное, я все-таки несколько слов хочу сказать в целом про переход на электронный документ оборот, потому что очень много сейчас вопросов, очень много претензий, что невозможно записаться к врачам в электронном виде. На самом деле, я, в общем-то, соглашусь и с тем, что это надо делать, и с тем, что действительно есть проблема, потому что, понимаете, вот всю перевести нашу сразу же систему здравоохранения в области, это поле 20 тысяч врачей, 120 тысяч медицинских работников, это приобрести компьютеры, поставить программу и научить всех записываться в электронном виде, конечно, это сложно. И для этого требуется, в общем-то, наверное, больший отрезок времени, а мы стараемся сделать это более, таким, в короткие сроки. И поэтому кто-то не умеет пользоваться компьютером, кто-то, кто компьютер завис, это всем понятно, что всегда бывает такое. Поэтому у нас сейчас около регистратур у всех стоят еще информаты, есть обязательно дежурный администратор от регистратуры, который помогает пришедшим в поликлинику записаться в электронном виде на прием к врачу. Сейчас уже запись действительно в основном проводится в электронном виде, и сейчас мы уже отрабатываем систему записи врач-врач. То есть, когда вы пришли к терапевту, а вам надо к неврологу, к кардиологу, то ваш врач-терапевт прямо во время приема может вас записать уже и сказать, когда у вас будет талончик к другому специалисту. И единственное только, я хочу, чтобы все это понимали, для того, чтобы это работало уже, как говорится, четко, как часы, то для этого все равно нужно время, потому что и сотрудники наши должны отработать все это, привыкнуть, и тогда они будут делать это все и быстрее, потому что у них пока это занимает достаточно много времени. И плюс еще, конечно, то, что у нас не хватает специалистов. Когда, допустим, вместо двух неврологов или трех работает один, то, соответственно, талонов, конечно, мало, и поэтому быстро очень талончики все расходятся. И я всегда говорю о том, что если ситуация срочная, потому что, в принципе, плановая запись на прием, она в любой стране мира, она всегда требует какого-то времени. Где-то это две недели, где-то три недели. Но если пациенту нужна помощь специалиста срочно, значит, тогда его обязаны принять в этот же день. Если что-то не получается на уровне регистратуры, значит, надо подняться к заведующему поликлинику, и обязательно вопрос будет решен. А сейчас то же самое предлагается сделать все это через наши многофункциональные центры. И должна сказать, что они сейчас через эти центры достаточно много государственных муниципальных услуг предоставляется. Достаточно много было вопросов, когда мы социальные услуги переводили на МФЦ. Но такова жизнь, таково время. Мы живем действительно 21 век, и поэтому мы стараемся, в общем-то, достаточно в короткие сроки догнать, ну, может быть, Европу или мир, и вводим электронный документоборот. Что он дает? Ну, вот смотрите, да, я прихожу в МФЦ, что я могу там сделать? В МФЦ вы можете... Ну, понятно, что, наверное, могу прикрепиться к какой-то поликлинике. Да, если я, например, прихожу, меняю паспорт, да, или меняю прописку. Самая востребованная услуга должна быть, ну, или будет, скорее всего, наверное, это действительно прикрепление к какому-то другому лечебному учреждению. При смене прописки, например. Допустим, это смена прописки. Во-вторых, может быть, вы решили все-таки наблюдаться в другом лечебном учреждении, не в том, какое у вас по месту жительства ближе. По месту работы, например. Вы по закону об основах охраны здоровья граждан имеете право выбора лечебного учреждения, но это не значит, что вы сегодня пойдете в одну больницу, завтра в другую, и будете каждый раз, так сказать, посещать разные больницы. Вы имеете право прикрепиться или переприкрепиться один раз в год. Это делается официально. Сейчас это мы делаем через главных врачей, то есть вы приходите в поликлинику, где хотите встать на учет, пишите заявление на имя главного врача, и уже потом все это происходит, обмен документами между лечебными учреждениями. В дальнейшем это можно будет делать через МФЦ. Если вы сменили место жительства, если вы поменяли какие-то паспортные данные и прочее, то вы тоже все это можете сделать через МФЦ. Конечно, вопросов будет много, я думаю, много. Но делается это все только для того, чтобы можно было, не общаясь с чиновниками, не общаясь лишний раз в регистратуре, с сотрудниками, в электронном, так сказать, виде. В общем-то, все это быстро сделать автоматически, но за этим будущее. Ну, либо, да, еще раз возвращаясь к МФЦ, как я понял, можно еще и записаться, опять же, будет в поликлинику, к какому-то специалисту, ну, например, прийти, скажем так, какую-то услугу осуществить в МФЦ, ну и заодно там, может быть, по мере необходимости записаться на прием к врачу, если я правильно понимаю. Ну, я все равно считаю, что, на мой взгляд, самое удобное – это самим записаться через интернет к специалистам. И кто владеет интернетом, то очень многие уже, вот мне, например, говорили, так хорошо, раньше надо было в поликлинику сходить, сначала взять талончик, потом либо в этот день часа два сидеть, ждать, когда придет врач на прием, либо приходить в какой-то другой день. А сейчас это можно сделать хоть днем, хоть ночью в любое время и в электронном виде записаться. Главное, чтобы, во-первых, была сама поликлиника, были врачи, и, соответственно, были врачи в нужном количестве, как вы уже сказали, с этим есть проблема. И, кстати, она видна, на мой взгляд, достаточно явно в нашем районе. Возьмем Нахабино, да, или взять, например, Павшинскую пойму. Что планируется сделать для нормализации вот такой сложившейся ситуации, когда не хватает специалистов, не хватает мест в поликлиниках и так далее? Ну, я хочу сказать, что сейчас действительно вот открылись, я бы так сказала, большие перспективы где-то на 2-3 года вперед в Красногорском районе по строительству и открытию новых лечебных учреждений. Потому что все знают, что уже много лет Павшинская пойма стоит, так сказать, есть, уже она наполнилась жителями. Там не было детских садов, не было и нет поликлиники, но, в общем-то, работы проводятся, поэтому и детские сады уже открылись. 9 детских садов еще, наверное, 8 надо, потому что численность прирастает детского населения. И поликлиника. Значит, поликлинику строили инвесторы, которые потом заморозили строительство, потому что у них возникли финансовые проблемы. Но под, так сказать, патронатом, я бы сказала, под руководством правительства Московской области с инвесторами все-таки проводится работа, поэтому сейчас в Павшинской пойме поликлиника достраивается, оборудование уже все в программе стоит. Министерство здравоохранения будет проводить в ближайшее время конкурсные процедуры по закупке этого оборудования, и потом это оборудование поступит в нашу Павшинскую пойму, в поликлинику. Насколько я знаю, она будет, ну это точно, она будет входить в структуру второй больницы, Красногорской городской больницы, и главный врач сейчас уже работает над подбором коллектива, потому что когда поликлиника откроется, естественно, нужны будут врачи, поэтому сейчас уже коллектив для новой поликлиники готовится. И поэтому я думаю, что осталось не так много ждать, но может быть к Новому году, когда поликлиника все-таки действительно уже не просто будет сдана в эксплуатацию, она уже заработает. Во-вторых, вырос большой микрорайон. Да, но на сегодняшний день там в Павшинской пойме организован прием населения, это просто открыт приемный пункт, сказать, или помещение выделено для приема педиатрам. Вот, и это как бы хотя бы временное какое-то снятие напряжения, потому что, конечно, на вторую больницу очень большое количество жителей сейчас к ним приписано. Второй момент – это Изумрудные холмы, тоже большой микрорайон, многоэтажный, там тоже много жителей. И я знаю, что на сегодняшний день там уже есть проект поликлиники, поэтому в следующем году должно быть начато строительство. И сейчас у нас стройки заканчиваются где-то за 2-3 года, поэтому я думаю, что в 2017 году все-таки в Изумрудных холмах должна появиться своя поликлиника, которая тоже будет входить в структуру Второй городской больницы. Чтобы решить вопросы каких-то... Да, еще территорий у нас есть проблемный. Вот я буквально сегодня была в Путилково. Там есть помещение, которое предоставил инвестор Мортенград, где можно вполне, значит, открыть врачебную общую практику и там разместить, допустим, врача-педиатра, врача-терапевта, процедурный кабинет. Поэтому сейчас над этим работа тоже идет, чтобы... Ну, там пока стоят бетонные, так сказать, помещения с бетонными стенами, то есть там надо все это доделать. Вот. И открывать врачебную общую практику, чтобы населению тоже было проще ездить, потому что из Путилково добраться... До Красногорска проблематично. До Красногорска совсем сложно, да. Если обращаться в Путилковскую амбулаторию, то там тоже не так близко, и для амбулатории это тоже очень большая будет нагрузка. Вот. И в Путилково видели уже там, где строится школа, она уже, вот, можно сказать, готовится к сдаче, к открытию. Там рядом строится еще физкультурно-здравительный комплекс, и место выделено, там будет строиться тоже поликлиника в Путилково. Вот. Вот, если говорить в целом, то я так считаю, что вот где-то 2-3 года все-таки у нас должны произойти в этом плане большие изменения. Ну, хорошо, да. А если взять, например, территорию Нахабина, много достаточно было звонков, жалоб. Сейчас можно я еще договорю по Казногорску все-таки, потому что я не все, я сказала о поликлиниках крупных. На самом деле, в Гаврилково сейчас практически уже готов, тоже вот сегодня я смотрела его, фельдшерско-кушерский пункт, это модульный, который по программе губернатора построен, это коттеджный поселок Эдем. Значит, там помещение для приема, фельдшер, чтобы работал, и вторая половина этого помещения, это там, где будет фельдшер, ну, сотрудник проживать. Поэтому сейчас там просто уже строительные работы практически закончены, еще нужно благоустройство, мебель фактически завезена, поэтому тоже сейчас надо будет просто с подрядчиками пообщаться, чтобы они побыстрее все это доделали и ввели в строй, потому что практически уже там можно начинать работать. Есть, конечно, недоделки, есть замечания, поэтому вот сейчас как раз администрация, руководство больницы и проводит работу с ними, чтобы были устранены все недочеты. Если говорить о проблемах, да, еще вот хочу сказать, что ведь мы говорим сейчас о доступной медицинской помощи, а вопросов, на самом деле, у нас их жителей действительно много, потому что вот взять, допустим, Ильинское сельское поселение, не везде транспорт ходит, так сказать, часто, и так как жителям это устраивало бы, порой надо добираться до своей амбулатории на двух видах транспорта с пересадками, это тоже не всегда удобно. Поэтому вот ко мне поступали обращения, например, по поводу того, что надо на анализы ехать только в амбулаторию там или в поликлинику, хотя рядом есть медпункт или фельдшерский пункт, и почему бы не делать забор анализов там. Или, например, Архангельская амбулатория, значит, она же переехала в новое у нас здание, в хорошее, построена, она была и открыта, в общем-то, это заслуга муниципального образования района, но жители попросили, чтобы там сделать дневной стационар, чтобы можно было прямо в амбулатории поставить капельницы, полежать полтора-два часа с капельницей, это тоже для жителей удобно, и поэтому этот вопрос был рассмотрен, и сейчас уже открыто там две койки дневного пребывания, решается вопрос, конечно, с персоналом, как их обслуживать, потому что это дополнительная работа внутри коллектива, конечно, надо будет посмотреть, на кого какая нагрузка ложится, но я думаю, что жители будут довольны. Если будет мало этих двух койек, будет потребность больше, значит, можно будет еще дополнительно тоже открыть еще две койки. Время у нас совсем не остается, еще не поговорили, как обещали в самом начале, о благоустройстве. Да, вы попросили сами затронуть эту тему, ведь наверняка к вам достаточно часто по этому поводу обращаются сами жители. Или я не прав? Вы правы. Я даже приведу, наверное, один такой пример, который уж там, я не знаю, как это жители наши воспримут, но ко мне приходили жители с улицы Вокзальной. У них были проблемы по, так сказать, вот их там территории, по их, может быть, сказать, микрорайону. И они рассказывали, что когда с электрички со станции выходят пассажиры, у них там около станции есть еще ларечек, где продают пиво, нет общественного туалета, но зато есть кустики. И они рассказывали, что многие жители бегут сразу же в кустики, так сказать, справить свои физиологические потребности. Они там живут. И вы знаете, вот, наверное, об этом и скажу, что сейчас у нас в области реализуется программа благоустройства дворов, причем это по всей области. Это программа губернатора, это программа, естественно, всех и каждого муниципального образования. И поэтому я думаю, что жители сейчас видят, что у нас устанавливается, ну, благоустраивается действительно ряд дворов, устанавливаются детские площадки, воркаутные площадки. Но если говорить про этот год, то поскольку деньги выделены, но конкурсные процедуры по выбору подрядчика, они занимают определенное время, то вот именно сейчас по городу Красногорску будут начинаться работы по приведению дворов в порядок. И когда мы ходили по улице вокзальной, я как раз вот иду и думаю, какие-то у меня, так сказать, галлюцинации обонятельные. А потом вспомнила, что именно там жители оттуда приходили и мне вот говорили об этой проблеме. И поэтому я очень рада, что мы там все посмотрели. глава города тоже был, службы, управляющие компании, службы ЖКХ смотрели, как там благоустроить эту территорию. Она войдет в программу следующего года, потому что губернатор поставил задачу все дворы привести в порядок в течение трех лет. И поэтому очень хочется, чтобы жители сами давали еще предложение дополнительно кому, где что сделать или поставить. То есть проявляли инициативу. Да, обязательно, потому что даже вот те дворы, где сейчас начнутся работы, мы подходили к жителям и говорили, вот сейчас у вас здесь придут строители, начнут вам, так сказать, озеленять, бордюрчики ставить, деревья там старые спиливать. Что вам еще надо? Вы знаете, как-то вот достаточно вяло население реагировало или они не верят, что это будет. Поэтому очень хочется увидеть, что вот где-то через месяц, когда работы уже будут во многих дворах подходить к финишу, то все-таки жители это увидят и поймут, что действительно пришло время приводить все в порядок, но главное, чтобы еще потом это все берегли. Потому что бывает так, что молодежь чаще всего, конечно, пожилые люди не ломают ничего, а молодежь ломает. И поэтому вот у меня даже есть данные, сколько дворов в разных поселениях будут приводиться в порядок. Это касается покрытия, то есть тротуарные дорожки, тротуары, это освещение, установка информационных стендов, это малые архитектурные формы. Поэтому это будет и в Атранинском, и в Ильинском поселении, Мнахабино, и в городском поселении Красногорск. Да, я думаю, что на сайте района и поселения это все тоже есть, поэтому это все можно посмотреть. Я просто хочу, чтобы наши жители поверили, что сейчас действительно проводится в области в целом большая работа, и надеюсь, что и Красногорск, и район Красногорский скоро будет преображаться. Что не удастся сделать в этом году, продолжаться в следующем году. И хочется ждать от них тоже каких-то предложений. Ну, будем надеяться, все так и будет. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы беседовали в этой студии с Галиной Сергеевной Уткиной, депутатом Московской областной думы, председателем комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Галина Сергеевна, спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Дорогие друзья, для вас сегодня работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok